Хорошо, еще одна группа, которую мы еще не разобрали, это караимы. Караимы. Что значит караим? Караим означает читатели. Мы говорили, что примерно к 500 году Талмуд был завершен. Но когда люди посмотрели, что это такое получилось, они поняли, что тут не разобраться. Надо с этим что-то делать. И тогда часть евреев отвергла всю устную Тору фарисейскую. Они стали называть себя караим или бне микра. Караим или бне микра. Это синонимы. Микра – чтение. Они сказали, мы будем читать Тору. То, что написано в Торе, то будем делать. Чего не написано в Торе, мы делать не будем. С каким христианским течением это ближе всего? Правильно, с лютеранством. Мартин Лютер сказал, да, и последующие тоже протестантские течения. Мартин Лютер сказал, только Бог, только Библия, только спасение. Он говорил, так же самое поступили караимы. Их сначала критиковали, отвергали, гнали. Так как это течение развилось в Вавилонии, то Сааде Гаон, был такой мудрец, Гаон-мудрец, выступал против них. Так, но тут случается как раз такая история. Видите, 500-й год нашей эры, потом чуть позже. Самой в Вавилонии, в Персидской империи, случилась революция. Там сделали такую революцию, чуть ли не коммунистический режим. С продоразбёрсткой, с всеми остальными. И после поражения этой революции, евреи, которые участвовали, были выселены на Кавказ. И это были в основном евреи караимы, то есть не признававшие устной торы. И в то же время, примерно 500-550 год, образовалось первое такое объединение тюркских народов, Тюркут. Тюркут потом распался на восточный и западный. Восточный Тюркут продолжал существовать как самостоятельное государство, а западный распался на ряд государств. Те, которые жили на территории этого Тюркута, это теперешние узбеки и туркмены. Там, в общем-то, они сейчас и проживают, но часть вытеслили на север, а часть вытеслили на юг. И это был один и тот же народ. И те, которые пошли на юг через Кавказ, это были хазары. Хазары тюркский народ был, но так как они проходили через Кавказ, они посприняли иудаизм. Примерно в 700 году, когда уже был ислам, на Кавказ обрушилось нашествие. И началась война, которая продолжалась примерно до 730 года. Хазары сопротивлялись. Хазары сопротивлялись. И вот в тех местах, где они сохранили свое влияние, там до сих пор на Кавказе нет ислама. В других местах есть ислам. Столицей хазарского государства в то время был город Дербент. И шло сильное сражение. Хазары были, кроме того, еще торговым народом. И у них было такое сословие «хазаки», которые были не только тюрки, но и славяне, и другие представители хазарского ханства. И, кстати, в районе Грозно, вы знаете, есть такие проклятые места. Проклятые места, где постоянно проливается кровь. Вот, говорят, на том месте, где Иешуа выгнал бесов, которые потом утопились свиньями, был дот, возле которого очень много полегло евреев во время войны за освобождение. То есть вот такое было проклятые места на месте нынешнего Грозного. Там погибло вот эти три тысячи хазаки, казаков. Слово «казак» – это означает «хазак сильный». И вот я узнал, оказывается, казахи себя казаками называли до 1920 года, да? Было. То есть это действительно такое интересное совпадение или, правильно так, закономерность. И вот эти три тысячи хазаки были буквально вырезаны. Но они не допустили ислам дальше на север. И хазару надо было, с одной стороны, создать свою религию, которая объединила бы все племена, жившие на территории хазарского хаза. Хазарское хазло было большое. Оно было от Волги, от теперешней Астрахани. И на западе вот эти земли тоже входили в состав хазарского. А на север еще и Русь в свое время присоединили. То, что говорят «киевскую Русь». То есть это действительно было мощное объединение. И хазары должны были создать свою религию. Они не могли принять ислам, потому что они воевали против ислама. Они не могли принять православие. Почему? Потому что, с другой стороны, их теснили византийцы. И тогда они приняли иудаизм. И причем именно иудаизм караимское. В дальнейшем постепенно хазар оттесняли, оттесняли. Помните, князь Святослав тоже завоевывал хазар. И они оттеснились. И стала такая вот группа караимы. Это этнические. Я сам принадлежу к этой группе. Это этнические, этот, крымские татары. Это крымские этнические татары. С другой стороны, они являются иудеями. С другой стороны, они являются иудеями. Сейчас вот таких крымчаков, само слово Крым означает страна караимов. Крым караимы. Осталось именно, есть караимов как вероисповедание. Там несколько тысяч человек. Где-то около 10 тысяч. Но есть караимы крымчаки. Именно тот, который татары. Их сейчас где-то 1300 человек. Наши народы насчитывались во времена Советского Союза. Потому что они преследовались. С одной стороны, преследовались Гитлером. С другой стороны, были выселены Сталином. И частично смещались с татарами-мусульманами. Поэтому их осталось где-то 500 с небольшим человеком. Потом, по сведениям, их было уже 800 человек. Потом 1200. Сейчас уже нашего народа 1300 человек прибавляется. Ну, мы народ маленький, но крутой. Потому что сам князь Владимир, его мама, Малка, была малуша, да? Как говорят, это дочь. Малка любичанина. Малк – это еврейское. Это еврейское только имя. Оно не встречается в никаких других, только в иудейских источниках. Поэтому отец, по крайней мере, вот этот малк любичанин был евреем. И малуша была тоже еврейка. И Владимир, ясное солнышко, раз его мама была еврейкой, кто он был? Его, кстати, осуждали по летописи сына Рабичича, сына Рабыни. Но это просто не говорили, что он иудобен был. И Хазар называли тогда тоже жидами. Так что Владимир, возможно, был. Оказывается, я узнал, что балерина Анна Павлова, Маршин Линовский были караимами, и даже Петр Первый. Мама его была, вы помните, из этих Нарышкиных. А Нарышкин, я вообще-то знал, что татарской крови. Но я не знал, что они были караимами. Так что наш народ маленький, но знаменитый. Да, и мы до сих пор существуем. И караимы тоже по-своему толковали Тора. Но, правда, у них были свои закиданные. Они по субботам вообще не разводили огня. Сидели в холоде и в темноте. Но интересно, что многие традиции караимов, они очень близки с традициями первых христиан. И те, которые религиозные исследования, говорили, что караимы очень близки. Очень близки к традициям первых христиан. Как ни странно. Итак, караимы говорили только Тора. И ничего, кроме Торы. Хорошо. Если говорить по отношению к христианству, то в чем разница между христианством и иудаизмом? В чем разница? Мы не будем говорить о том, что одни празднуют субботу, другие празднуют воскресенье. Есть и христиане, которые празднуют субботу. Или одни едят свинину, а другие не едят свинину. Это не главное. А в чем же главное? Один штанзальц, это равен, который, ортодоксальный или хасидский, он, по-моему, равен, который руководит образованием иудейским на территории бывшего Советского Союза. Он определяет иудаизм как христианство без креста. Запишите. По определению одни штанзальца, иудаизм – это христианство без креста. Не без креста. Христос, Мессия, мы говорили, это один из столпов иудейской веры. Один, один имя – Штайнзальц. Штайн камень, Зальц соль, да? Штайнзальц, каменная соль. Один Штайнзальц. Он дал определение. Иудаизм – христианство без креста. Не без креста. Без креста. То есть, без заместительной жертвы Ишио, Мессии. Да. И очень хорошее, мне нравится это определение. Правда, интересно? То есть, мы, мессианские евреи, являемся совершенными иудеями. Иудеи, которые верят в Ишу, Мессии. В Его смерть на кресте, Его воскресение, и в Его искупительную жертву. Без креста. Христос, Христос, Мессия. Христос – это перевод греческого термина, который означает Мессия, да? Вот. То есть, Мессия – это является одной из основ. Одной из основ и иудаизма тоже. Потому что я верю полной веры в приход Мессии, да? И даже если он задержится, я буду ждать его каждый день. Кто так сказал? Рамбам, да? Рамбам – 13 принципов веры, которые приняты практически всеми иудеями. Ну, есть некоторые иудеи, которые не ждут Мессию. Но это их личное дело. Правда? Большинство иудеев Мессию ждут. Теперь, кроме евреев, есть еще интересная группа неевреев. А что же с ними делать? Видите, когда, интересно, выходил Израиль из Египта. Там были одни только евреи? Как мы можем определить примерно, сколько там было неевреев, сколько евреев? А мы уже об этом говорили. Примерно 600 с чем-то тысяч евреев. Ну, идется в виду перепись только мужского населения, дееспособного. Но будем средний брать. Но когда делили на десятки, сотни, тысячи и десяти тысячи, да? Вот этих представителей, десяти тысяч, они, старшими над десятью тысячами, они собрались в собрание, которое получило название Санхедрин, Синедрион. Ну, это уже греческий термин соответствующий. Вот. Это было, их назвали мудрецы большого собрания, да? Семьдесят их человек было. Мы видим это. И плюс еще два. Это кто? Маше? Маше и Арон, да? Маше и Арон. Вот эти семьдесят два человека. Но почему же их не шестьдесят два? И не шестьдесят пять? А потому что где-то сто тысяч оказалось неевреев. И у них были тоже десяти тысячники, да? И когда говорили, что закон для еврея и для пришельца. Один и тот же, да? И вот эти пришельцы на еврите употребляется слово гер, гер. Да, по-монгольски гер – это юрта. В Танахе употребляется в значении чужеземец субъект социально уязвимый. А в послепленную эпоху, послевавилонского пленения получило понятие мильве. Мильве – присоединившийся или иудействующий. Мильве. Лаво. Лаво? Да, примыкать к чему-то. Лаво. Лаво. Мильве. Присоединившийся или иудействующий. Итак, гер. Видите, гер Шом тоже. Был я пришельцем в этой земле, помните? Исходит. Итак, гер или позднее стало именоваться мильве. Гер и мильве. Для чего нам важно это понятие? Для чего нам важно это понятие? Скажите, вот в еврейских мессианских общинах одни только евреи? Мы говорим, мессианские евреи. Или, может, у нас есть мессианские неевреи? А? Правда? Вообще, я говорю, что все евреи мессианские в той или иной мере. Только по определению не все верят в крест. Но в Мессию почти все верят. Поэтому не совсем точный термин. Ну, так стали называть. Ладно, так называем. Но есть евреи и неевреи. И что же поступать? Как толковать Тору евреям и неевреям? Если мы вообще не празднуем субботу? Что мы скажем? Неевреи, пошли вон. Вы завтра придете сюда. Или они вместе будут праздновать субботу? А если мы будем обрезываться? А у нас есть неевреи. Надо им обрезываться или не надо обрезываться? Но это толкование Торы. Правда? Да. Новый Завет говорит, что не надо. Видите, тут четко. Хорошо. То есть, видите, геры, они бывают тоже разные. Да, бывают геры, бывают жоры. Значит, были геры, которые соблюдали все законы. Были те геры, которые не соблюдали все заводы. И были такие геры, которые полностью присоединялись к евреям. Если говорить о заповедях, мы будем уже говорить, когда... Мы будем говорить о традиции толкования в зависимости от заветов. То, видите, есть, говорят, семь заповедей Ноя. Мы будем потом подробно их... Они действительны для всего человечества. Потому что Ной был прородителем всего человечества. А есть 613 заповедей Моисея. Ну, еще раз говорю, 613 – это условное число. И вот, нужно ли соблюдать заповеди? Какие нужно соблюдать? И как нужно соблюдать? Опять-таки, вопрос для евреев, нужно ли соблюдать? Вопрос только как нужно соблюдать? Ну, соблюдать нужно. А что делать этим неевреям? Да? Значит, были Гер Ташау и Гер Цедек. Гер Ташау и Гер Цедек. И была еще такая группа, которые назывались празелиты. Празелиты. Но у евреев нет такого понятия. Я объясню, почему. Празелиты – это те, которые пынили полностью иудаизм, обрезались и так далее. Вот. А вот это полное принятие иудаизма, как называется? Ги-юр. Ги-юр, видите, и слово Гер, оно имеет общий корень, да? Гер делает Ги-юр. Ги-юр. Вот, согласно. Согласно еврейской традиции, любой нееврей, который соблюдает всем заповедям Ноя, он настолько же праведен и настолько же имеет право в будущем мире. У евреев нет такого понятия, да? Ад и рай. Если, скажем, говорить в аду или раю, ну, это в Новом Завете есть, вообще-то, да, но это не еврейские термины. Когда говорят, что человек попадет в рай или будет вместе с Богом, говорят, что он имеет место в будущем мире. Вот неевреи, которые соблюдают всем заповедям Ноя, и если найдется два или три свидетеля, вы знаете, что должно быть два или три свидетеля, да? Которые подтвердят, что этот человек действительно соблюдает заповеди Ноя. И он является полноценным членом еврейской общины. На него распространяются все льготы, но он не еврей. В синагогу он ходит? Ходит. Ну, одевает или не одевает кипу, сейчас мы не будем говорить. А свинину он кушает? Кушает. В синагогу он ходит, и свинину кушает. Да. Пожалуйста. Он может одеваться, как неевреи, да? То есть, правила приличия пусть соблюдают. Но всем законам Ноя, мы будем о них потом говорить подробнее, чтобы не было прелюбодеяния. То есть, вот те все касаются вопроса, которые были подтверждены в 15 главе Деяния Апостола. И такой человек называется Гер Ташав, потому что Шува – это покаяние. Вообще слово «язычник» – это Гой, да? Нет такого понятия, что «язычник» – он христианин, и он язычник. У нас язычник – это там Перуну поклоняется, Хари Кришне или кому-то. Да? Кришну, Хари Кришна, Хари Рама, Хари Папа, Хари Мама. Вот это язычник. Но в Библии язычник – это Гой, то есть, не еврей, да? Но этот Гой соблюдает всем заповеди Ноя, и он ходит, посещается на Голу, и слушает Тору, и участвует в жизни еврейской общины. Он как называется? Гер Ташав. Гер Ташав. И таких еще людей называли во времена Ишуа богобоязненные. Чтобы вы поняли, термин «богобоязненный» – это не означает, что он боялся Бога. А другой не боялся Бога. Какой образец типичный этого человека? Такого. Богобоязненного человека. В деяниях апостолов. Ну, он был римским сотником. Корнилий. Корнилий был богобоязненным, соблюдал всем законам Ноя. Он участвовал в жизни, да? Вот, участвовал в жизни общины, и так далее. Много евреев сделал, пожертвования давал. Хорошо, и евреи его тоже любили. Был ли он обрезан? Не был обрезан. И Петр его не обрезал. Петр его не обрезал. Нигде не сказано, что они обрезались, и сказали, что теперь спасался весь дом Корнилия, да? Он свинину кушал. Как был до того, кушал, так он и после того продолжал кушать. Это не вопрос, кушать или не кушать свинину еврею. Он был типичный гер Ташав. Но были евреи, которые из любви к еврейству. Это было необязательно. Но очень они хотели. Они принимали некоторые еще заповеди, да? Вот. И эти евреи, как назывались? Герцедек. Многие из них, они могли быть обрезаны, они могли быть не обрезаны. Какие-то заповеди они соблюдали, какие-то не соблюдали. Могли соблюдать заповеди о субботе. Другие заповеди они могли не соблюдать. И в то же время они были пришельцы. Если это пришельцы покаяния, можно сказать, гер Ташау. А это... Ой, гер написал. Гер. Гер. Герцедек. Герцедек. То есть, они соблюдали больше заповедей, чем им было предписано. Какой мотив соблюдения этих дополнительных заповедей было? Любовь к Богу. Из любви к Богу. Чем больше мы соблюдаем больших заповедей, тем больше у нас проявляется любовь к Богу. Правда? Это нормально. Это нормально. Но были некоторые, которые говорили. Мой Бог, твой Бог. Мой народ... Это... Твой Бог, мой Бог. Твой народ, мой народ. Да, как рушь. И их называли празелиты, да? То есть, обращенные. Обращенные празелиты. Но это греческий термин. Если какой-то человек был язычником, а потом делал гиюр, то его считали после этого абсолютно полноценным евреем. И нельзя было даже ему напоминать, что он когда-то был неевреем. Видите, евреи, которые приняли христианство, им очень часто напоминали, что они когда-то были евреями, да? В особенности в Испании, Инквизиция. Это было страшное время. Как-нибудь я вам фильмы и про Инквизицию хочу показать интересные. А в России христианство, понимаете? Вот. Ну да. То есть, вы понимаете. Но для евреев он уже считался полноценным евреем. Что входило в гиюр? Входило в гиюр три вещи. Значит, первое, да? Исповедание. Возможно, это была формула исповедания. Вот мой Бог, твой Бог, мой Бог. И так далее. Значит, человек, который приходил, принимал гиюр, он отрекался от всех богов, которым он раньше поклонялся. Вот в этом отношении спрашивают, можно ли принимать гиюр мессианским евреям? Вот я хочу пойти в синагогу, обрезаться, принять гиюр. Но тебя заставят отречься от всего. В том числе и отречься от Ишова. Понимаете, обрезаться и принять гиюр – это разные вещи. Пожалуйста, обрежься, если ты так хочешь. Можешь это сделать из санитарных соображений, можешь сделать это по заповеди. Пожалуйста, это сделать лучше в лечебном учреждении. Правда? И это совершенно не имеет отношения к гиюру. Но когда ты совершаешь гиюр, ты должен отрекаться от всего, чему ты раньше верил. Второе, что ты должен был. Мужчины обрезывались, да? Женщины это не делали. Вот. Ну, мусульман есть обрезание для женщин, но я не считаю, что это хорошо. А третье – это погрузиться в миквы. То есть, то же самое, что принять вводное погружение. Поэтому, если меня спрашивают, можно ли евреи в мессианской общине обрезаться? Можно. Можно ли не евреи? Ну, хочешь обрезаться. Обрезание – ничто, не обрезание – ничто. В смысле спасение. Но из уважения к Божьим законам ты это можешь сделать. Ну, нужно ли мессианскому еврею принимать гиюр? И тут я категорически скажу – нет. Вы должны понимать. Потому что тогда вы должны принять не просто иудаизм, а какой? Раввинистический вот этот иудаизм со всеми талмудами и со всеми прибамбасами. Я не считаю, что мессианские евреи должны это делать. И никакого в случае комплекса неполноценности у мессианских евреев по отношению к этому не должно быть. Правда? Хорошо. И поэтому у нас есть в мессианской общине евреи и есть неевреи. Евреи, я считаю, что должны быть все-таки обрезаны. Это мое личное мнение. Но неевреям обрезаться не обязательно. Ну, если они захотят это сделать, я тоже не вижу ничего ужасного. А то говорят некоторые христиане, ну, ты должен обрезаться и уже тогда брать на себя все 613 заповедей. Понимаете, когда галатам говорится об обрезании, то не говорится, это просто терминология сказана обрезания, но не говорится об ритмила, а говорится именно об этом самом геюре. Вот если ты уже этот геюр сделал, вот тогда ты становишься ортодоксальным евреем. А этого я вам делать не советую. Правда? То есть, чтобы вы понимали. И были еще иудействующие, многие христиане, я сейчас не буду говорить, это и адвентисты седьмого дня иудействующие, вот, и были даже индейцы, есть в Чикаго иудействующие негры, да. Вот в 1985 году представители Израиля установили связь с Республикой Советского Союза, и после прохождения ортодоксального геюра многие переехали и стали учиться в Иерусалиме. В Советском Союзе в 1970-х годах, 1970-х годах, это еще советская власть, это еще Брежнев был при власти, в гагаузских селах на юге Молдавии проходили обряд обрезания, соблюдали кашлют и ритуал. Не евреи, да? Гагаузы. Гагаузы, да. Вот, то есть очень интересно, да. Существовали целые русские поселения, русских поселения иудействующих, в частности, в Тель-Авивском музее Диаспори есть ферма Дубровина на севере Эрис-Исраэль. Там тоже были евреи, в смысле не евреи, чисто русские, но иудействующие. Это их постора или равены были Авраам Куракин и Йоав Дубровин. В Чикаго есть иудействующие негры, есть ряд племен Южной Америки, которые тоже в Перу, в частности, есть такая группировка интересная. Возглавил в Кахимарке в 1961 году лидером Сигунда Вельнуэва, принявший впоследствии еврейское имя Зрубавиль Цаткия и живущий ныне в Израиле. Будучи подростком, он получил от отца Танах с допутствием хранить его и изучать, так как эта книга истинная. После прочтения Танаха и изучения иудаизма, Вельнуэва не только сам перешел в евреиста, но и собрал круг многочисленных последователей. И это они стали называть себя сыны Моисея. В 1954 году от ортодоксального католичества присоединилась группа радикально настроенных протестантов-фундаменталистов по своим взглядам и представлениям по их их евреям. Они тоже читали пятикнижие еврейских пророков и изучали еврит. Даже существует, однако, католический монастырь, в котором, кстати, мать настоятельница еврейка. Они повесили наоборот в монастыря Мизузу, читают Тору и распевают молитвы на еврите. И в то же время молитвы и благословения еврейские на еврите, и в то же время являются нормальными католиками. Существует иудео-мусульмане, Чала. Это прозвище насильственно обращенных в ислам бухарских евреев. Есть, интересно, такая группа, которая мусульмане за Израиль. Друзы, может, слышали, да? Они соблюдают ислам, но и являются друзьями Израиля. Есть иудействующие Мишхеда. Также интересно, что где-то около 18-19 тысяч существует вьетнамцев. И вся китайская кухня, это, в общем-то, в Израиле, это владение вьетнамцев. Они, когда бежали от Вьетнамской войны, там часть поселенцев сбежала на еврейский корабль. И потом многих тоже подбирали. И они тоже, будучи, так сказать, вьетнамцами, стали иудействующими. То есть, есть многие такие интересные группы. Да, может быть, вы смотрели оперу Дунаевского «Вольный ветер», да? Все-то вы знаете, что Дунаевский был евреем? Да. А как еще эта оперета называется? «Поцелуй чинитый». Это шутка, которую я узнал, когда я уже начал собирать материал к этому циклу лекций. Оказывается, есть такая группа, называется Чуэтос, или свиноеды. Это евреи, но они свиноеды. То есть, в свое время, когда они живут на островах, там вот Майорка, Майорка, Минорка, там вот этих вот островах испанских. Когда там был еще суд инквизиции, они, значит, сделали такой тест. Они убили всех, тех, кто не ел свиниду. Остались только евреи, которые что? Ели свиниды. Вот они Чуэтос, или Чанитос. То есть, поцелуй чинитый, это означает поцелуй свиноедки. Как я еще добавляю, слава Богу, не свиноматки. Так что, чтобы вы поняли. Есть очень много групп, в той или иной мере соблюдающих иудаизм, и в то же время являющихся полноценными евреями или полноценными христианами. Ну, адвентисты седьмого дня, они частично соблюдают законы. Кстати, то, что благодаря тому, что вот сегодня тоже подходили ко мне на перерыве, благодаря тому, что они соблюдают законы Кашрута. Вы знаете, что в целом христиане живут дольше, чем неверующие по статистике. Но, адвентисты седьмого дня живут в среднем на шесть или на семь лет дольше, чем христиане. Благодаря чему? Благодаря, правильно, они соблюдают субботу и не едят свинину. Что тоже для них очень полезно. Хорошо. Итак, мы видим, сделаем вывод, что в еврейской общине, да, есть евреи и есть неевреи, верующие в Ешуа. И можно быть в разной степени иудеем в смысле соблюдения традиций, но мы все едины. Все едины. И есть такой принцип единства, который был сформулирован блаженным Агустином. Я считаю, очень хороший принцип единства. В главном, что? Единство, запишите, пожалуйста. Принцип Агустина. В главном, единство, во второстепенном, свобода и во всем, любовь. Теперь места, которые обосновывают это. В главном, единство. И Ефесянам, потом посмотрите, что там. Четвертая глава с первого по шестой стих. Когда вы записываете, вы сначала записываете номера, потом записываете книгу. Так легче запомнить. Потому что цифры легче, труднее запоминаются. Ефесянам, четвертая глава, главном, единство. Ефесянам, четвертая глава, один, шесть. И тринадцатый стих. Первая Тимофея, вторая глава, пятый, шестой стих. Во второстепенном, свобода. Первая Коринфея, одиннадцатая глава, девятнадцатый стих. Вторая Коринфея, третья глава, семнадцатый стих. И римлянам, вся четырнадцатая глава. И во всем, любовь. Где больше всего о любви сказано? Первая Коринфея, правильно, вся тринадцатая глава. И первая Иоанна, вторая, пятая глава. Ну, есть в других местах, но там, да, там не так четко сказано. Значит, в главном что? Единство, да? Во второстепенном что? Свобода. И во всем любовь. И я считаю, что это должен быть главный принцип еврейской, мессианской общины. Потому что мы евреи и неевреи, верующие в Ишуа. Теперь вопрос, кого считать евреем? Как подходит к этому ортодоксию? Да, евреем является тот, у кого мать еврейка, и тот, кто принял иудаизм, да? Может, у тебя быть не мать еврейка, но ты принял иудаизм, они имеют при этом в виду не иудаизм вообще, а какой фарисейский ортодоксальный иудаизм, то есть посредством еврея. Поэтому многие, например, реформированные евреи, кстати, знают, что в реформированном иудаизме не обязательно обрезываться. Ну, они не считают это необходимым. Не обязательно. Но есть и обрезанные реформированные евреи, и все равно их за людей не признают ортодоксию в Израиле. Потому что ортодоксы – наиболее такая активная группировка. Их немного, но они больше всего заставляют. Вот сейчас вот на протяжении ортодоксальных общин в Израиле идет больше денег, чем на оборону. Вы сами понимаете, что на оборону больше, чем на все остальное идет. Но ортодоксальные евреи делают погоду там. Вот однажды там закупили большую партию мяса. И в это время как раз Кнесет принял закон, что уменьшили им ассигнование ортодоксом на все эти ешивы, на все эти неприфобасы и так далее. Они не служат в армии, многие вообще не признают Израиль, но все получают хорошие пособия и так далее. И урезали им. Тут ортодоксальные раввины объявили всю эту партию, там сколько-то там, десятка тысяч тонн мяса некошерным. Тогда стали бить отбой. И им опять увеличили ассигнование, а мясо-то, что-то с ним надо делать. В Вавилонии не пошлешь уже за вопросом, что с ним делать. Местные раввины должны решать, да? Они помолились, и все мясо сразу стало кошерным. Да. Чтобы мы такие были. Парни, парни, в этом наша сила. Совершенно верно. К сожалению, мессианские евреи часто очень бывают недружными. И возникают всякие проблемы. И вот раввины решили, что если мать еврейка. Но это не по Писанию. И это неправильный закон. Дело в том, что в средние века и позже часто еврейских женщин насиловали, да? И вопрос решался, что же считать его евреем или не считать. Помните, как один там спорил, это итальянец или француз? Он родился от матери итальянки. Значит, он итальянец. Кто-то смотрел это в кинокомедии. Старая такая была кинокомедия. Но он родился на кухне. А кухня находится во Франции. Стало быть, он француз. Больше таких споров не было. Решили, если мать еврейка, то сын все равно еврей. Но это не значило обратного. Понимаете? Это не значило обратного. Я считаю, что если мать или если отец еврей, то он таки еврей. Он таки еврей. У меня есть тоже еще интересный фильм про одного человека. Там играет Алан Дейлон. Он забыл как-то там по фамилии. Короче говоря, он был однофамильцем еврея. Имя и фамилия совпадало. Но он не был евреем. Он был голландцем. Ну, в Голландии тоже много евреев. Но он был голландцем, живший во Франции. И когда во Франции стали вылавливать евреев, чтобы отправить концлагеря, он случайно оказался в этом месте неудачном. И пришлось ему собирать данные. А у него там бабушка или дедушка была в Алжире. Ему надо было доказать, потому что Гитлер создал такой закон, что если у тебя хотя бы бабушка или дедушка еврей или еврейка, ты уже считаешься евреем и подлежишь уничтожению. Частично немцев этот закон не касался. У них в Мишлинке были другие законы. Но в основном те Мишлинки оставались, потому что они не знали, что делать. Потому что, с одной стороны, арийская, германская кровь свята, да? С другой стороны, евреев надо было уничтожать. Но когда не было вопроса немецкой крови, то это не стояло. То достаточно было или бабушка, или дедушка еврея. И вот его загнали туда, вовсюю толпу. И у него там кто-то, дедушка, по-моему, в Алжире был. И он послал своего адвоката, пока тот привез документы. Его уже вызывают. И тут же отправляют вот этих евреев, страшная сцена, отправляют еврея на перрон. И вот его буквально толпа выносит туда. То есть, хотя ему удалось доказать, что у него ни одного бабушки, ни одного дедушки еврея не было. Вот то, в данном случае, трудно доказать. И обратно надо собирать документы, если ты хочешь ехать в Израиль. Правда? То есть, Гитлер говорил, и у него было, у Гитлера еще. Ну, правда, он не дожил, слава тебе, Господи. Потому что, иначе, всякая плоть не пережила бы. Он уже хотел отправлять канцлоголя и уничтожать тех, у кого одна восьмая кровь. То есть, прабабушка или прадедушка. Были евреями. Но, к счастью, до этого не дошло. Но те, которые бабушка или дедушка были евреи, то есть, вот, я бы, например, под эту категорию вполне пошел. Хотя меня ортодоксальный еврей не посчитает евреем. Да. Вот. То есть, видите, я считаю, что если отец или мать еврейка, то ты еврей, сто процентов. Если у тебя бабушка или дедушка, то мое личное мнение. Вот. Ты можешь себя считать евреем. Да? Ну, если дальше... Почему бабушка и дедушка, допустим, они участвуют в воспитании ребенка? Правда? Вот мне дедушка, например, говорил о чистых и нечистых животных. Говорил, что ноя, сказал, чистых и нечистых животных. Я смеялся. Дедушка, если свинью вымыть, она будет чистая. Я знал, что нужно ставить кресло для Ильи на Пасху. Я это знал. Хотя дедушка мой не считал себя евреем. Он был из тех поколений, которые отказались от еврейства еще. Его предки. И отказались его прадедушка мой, то есть его отец. Ну, видите, как получается. То есть по Гитлеру я бы уже пошел в концлагерь. А попасть, то есть если бы у меня бабушка доказала бы, что мама-мама еврейка, то я бы мог попасть. Вот такие вот сложные различные вопросы. Поэтому я считаю, что тот, у кого отец или мать еврей, тот еврей. Если бабушка или дедушка, вы можете вполне считать себя евреем. Ну, обязательно ли нееврею притворяться евреем в мессианской общине? Я считаю, что не обязательно. Да? Потому что есть призвание для евреев и есть призвание для неевреев в мессианской общине. И не думаю, что неевреи должны в мессианской общине как-то себя чувствовать хуже или не так комфортно, как евреи. И чувствовать себя людьми второго сорта. В таком случае мы вот этот принцип единства евреев и неевреев, который в эфесянных книгах, в первой главе, будем нарушать. Хорошо. На этом, да, заканчиваем мы сегодняшнее занятие.